Душитель бывшей жены Константин Подун сегодня в премиях сторон пояснял, почему это убийство нельзя квалифицировать как умышленное. Да, жертва Елена умерла от его рук, но со слов Подуна и он отчасти жертва. Бывшие супруги жили в одной квартире, но погибшая с его слов постоянно выводила супруга на конфликт и писала доносы на Константина правоохранителям, а также рассказывала друзьям и знакомым, что постоянно подвергалась абьюзу. Также и свидетелям она рассказывала какие-то истории, якобы это я ее избивал. Также жаловалась, что я ее снимаю на телефон, веду видеозапись. Это был единственный мой способ защититься от этих ложных доносов. Подун вспомнил сегодня и новых мужчин, бывшей супруги, один из которых якобы избил его настолько, что пришлось обратиться за медицинской помощью. Обвиняемый опроверг показания свидетелей, что детьми он не занимался. Да и при разводе якобы мать уговорила обоих сказать, что они желают остаться с ней. Все имущество после развода Подун оставил Елене, а ведь покупали квартиры, со слов подсудимого, на оставленное ему от матери наследство. Собственно и сама трагедия, со слов Подуна, развернулась ночью. Елена напала на него в комнате, когда он спал. В спорте тоже применяется удушающий прием. Также это не является каким-то доказательством явного умысла. У меня умысла не было. Я хотел, наоборот, предотвратить ее нападение, чтобы успокоить ее. К тому же Константин сегодня пожаловался на состояние здоровья, которое все длительное время якобы игнорировали. Прокурор и судья тут же выяснили, как Подун себя чувствует в данный момент, но подсудимый не сказал конкретно, что именно его беспокоит. Исходя из прений, состояния здоровья Подуна, адвокат просил судью переквалифицировать статью, по которой судят подзащитного. С учетом позиции подсудимого, лично признавшего свою вину и поясничившего о том, что защищается от нападения Подун Елене, причиной последнего телесного повреждения, повлекшего смерть, считаю необходимым переквалифицировать его действия на часть 1 ст. 108 Головного кодекса РФ, то есть убийство, совершенное в решении других дел, необходимой обороной. Сторона потерпевшего выразила полное несогласие с позицией, озвученной сегодня подсудимым и его адвокатом. Я абсолютно убеждена, что данный человек, он не раскаялся в совершенном преступлении. Все, что сказано им, это неправда от начала до конца. И версия стороны защиты, она опровергается многочисленными доказательствами, которые были тщательным образом уследованы по уголовному делу. В последнем слове обвиняемый в умышленном убийстве Подун был краток, вину признал, раскаивается. Я осознаю, что от моих действий, конечно же, наступила смерть Елены. Просто хочу быстрее вернуться к нормальной жизни, как я жил до этого. То есть до 38 лет у меня не было ни одного какого-либо правонарушения, ни одного штрафа. Но переквалификации не случилось. Душителя супруги Константина Подуна, который замаскировал убийство под безвестное исчезновение жены, приговорили сегодня к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Напомню, следствие и суд установили, что после убийства Подун положил тело в мешок, спрятал на крыше и засыпал снегом. Ее вещи и паспорт выбросил в мусорный бак. После того, как женщину начали искать, сообщил, что она вела разгульный образ жизни и по несколько дней могла не ночевать дома. Хотя свидетели говорили об обратном и характеризовали женщину исключительно с положительной стороны. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком. Субтитры создавал DimaTorzok